За мной шли две машины. Белый ровер и черный мисубиши. Один сначала пошел на обгон всей этой колонны, грубо говоря. И потом белый пошел, ровер это, но они как бы далеко уже ушли. Ну не то, что я как бы сразу за ними поехал, черт меня дернул, выехал, тоже решил, что получилось я задел газель, чиркнул по касателю. И меня бросило под грузы, под вот этот вот длинномер. Это как ребята уже говорят, я уже немножко не... Понятно, понятно, да. Ну и все, и вот. Я ехал за газелью, навстречу шли, получается, большегрузы, лопасти везли. Тут получается промеж рядов появляется машина. Я как бы не успел ничего с реагировать, потому что она уже, ну, туда ближе, к середине кузова. И я слышу, звук уже пошел что-то цепляться. И получается, он мне край зацепил, я по зеркалу уже увидел то, что мне не хватает боковой светюльки, то есть что зацепили меня. Я на обочину, остановился сразу, вышел, увидел вот то, что произошло. То есть водитель пошел на обгон и зацепил? Да, он вышел навстречу. Он как-то получился то, что промеж двух полос. То есть мы шли по своей полосе, как бы не превышали ничего, и вот так вот прилетело. 15 июля текущего года в 11.30 на 333-м километре автодорога Сызарин-Саратов-Волгоград водитель, управляя автомашиной Кеа Оптима, не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил касательное столкновение с автомашиной Газель. После чего от удара водитель автомашины Оптима сталкивается с грузовой автомашиной Мерседес Бенц с полуприцетом. От удара машину выносит на полосу встречного движения, где допускает Кеа Оптима, столкновение с двумя автомашинами Вольво и Ситроен. После чего автомашина Вольво и Ситроен допускает опрокидывание в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 10 человек, 4 взрослых и 6 детей. В настоящее время все доставленные в лечебное учреждение оказывается помощь.